Ну, в Кунсткамере там фотографии скелетов 10-метрового, но дело в том, что я действительно поместил в специальную Кунсткамеру некоторые интересные находки, не касающие того, что я делал, а вообще, чтобы показать, что многие представления о том, что сказки и так далее, они имеют обоснование. То есть действительно были люди плитальные на нашу Землю, люди и большие, то есть великаны, оказывается, реальные существа, которые обитали, вот видите, 50 метров скелет, и так же, как и маленькие существа, были там метр с лишним, тоже реальные существа, так же, как и драконы. Вот, не знаю, кто это видел, но я даже видел документальный фильм, где в Венгрии нашли в пещере, в ледовой пещере, замороженные драконы и ее последние детоныши. По легенде, просто пошли и нашли реальные тела, так же, как замороженного неандартальца, знаете, был обнаружен, исследования проведены и показали, что современный человек ничего общего с неандартальцем не имел. Но об этом генетически доказано, но об этом почему-то в массовой информации ничего не кричат, хотя, уж куда генетика доказала, да, что современный человек... Разные виды невозможно скрещивать... Да, они гуманоиды выглядят как одинаковые, бывает, только один раз в несколько лет, все еще видно, даже не дожил до взрослого. То есть, это невозможно, то есть, набор подтверждает. Но, тем не менее, об этом молчат, потому что невыгодно, потому что, как всех чертям, вся эта наука летит в тартары. То есть, у нас красиво, опять-таки, тартары, слово, а тартария пришло.